Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка». Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей. Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Дорогие друзья, здравствуйте! Вы находитесь, как и всегда, на нашей волне. Это радио «Шансон-24». И если вы видите нас, то это телеканал «Ночной такси» на YouTube. Как и обещали, работаем все длинные новогодние каникулы. Работали с сыном, естественно, и на прошлой неделе, и программу «Стартовая площадка», конечно же, и «Ночное такси» 2 января. Также работаем и эту неделю, поскольку праздников у нас, как у нормального средства массовой информации, никогда не бывает. Ну, естественно, я с большим удовольствием сегодня представляю вам в нашей студии гостей. Для меня это очень важно. Кстати, на прошлой неделе тоже были гости. Можете посмотреть наши файлы на нашем канале на YouTube. Естественно, есть гости в нашей студии и на прошлой неделе тоже. Сегодня ребята, приехавшие к нам, дебютируют у нас. Для меня очень важно, что музыканты сами захотели, выбрали время и приехали к нам, как они сами говорят, с чудесного Белого моря. Сыночек, ты общался с командой наших гостей раньше, чем я. Я общался больше с корей Лирой, чем я. Да, но на самом деле, я думаю, ты представишь наших друзей или мы поручим представление их сделать самостоятельно? Я думаю, лучше задать вопрос. Лучше задать вопрос. Хорошо. Дорогие ребята, давайте тогда будем делать все по правилам нашей программы. Значит, докладываю вам об этих правилах. Они не сложные, но они очень важные. И я думаю, что вы быстро с ними согласитесь. Во-первых, у нас всегда, когда в программе находится гость, он работает у нас за диджея. Ну, в нашем случае, я не знаю, привезли вы с собой фонограммы или нет. Есть. Есть. И фонограмма есть, да, отлично. Но в любом случае, вы должны будете командовать моим замечательным младшим сыном Аркадием, который находится за пультом, в плане того, что ставить и в каком порядке. Это наше правило, поскольку мы знакомимся с вами впервые. И я считаю, что эфир прямой, к тому же такой большой, 60-минутный, он тем и интересен, что это все впервые, что это экспромт, что это не то, что мы расписали, как на государственном радио и телевидении, какие дикторским текстом сказать о вас хорошие слова. Это, конечно, интересно именно тем, что это опосредовано, это все происходит в реальном времени. И я уверен, что именно эта незаданность, она интересна нашей аудитории. Потому что так организованы все программы на телеканале «Ночной такси» на YouTube и в нашем эфире, а совсем не только стартовая площадка. Второе обязательное условие стартовой площадки – это то, что вы должны выдать как можно больше информации о себе, чтобы ваша будущая публика знала о том, кто вы, откуда вы, к чему вы стремитесь и как вы можете о себе рассказать. Это уже исключительно ваше творческое дело, то есть с моей стороны здесь никакой цензуры быть не может. И, конечно, третье, то, что будет в финале, это наш традиционный финальный вопрос, о котором, в принципе, можно начинать думать и в начале эфира, поскольку 60 минут пролетят незаметно. Это непосредственно ваше пожелание той аудитории, которая сегодня впервые знакомится с вами посредством нашего средства масс-информации, нашей радиостанции и на телеканале «Ночной такси». И так устроен YouTube, все это остается навсегда. Поэтому кто-то будет, наоборот, не послушав эфир в онлайн нашего портала «Шансон-24», открывать файлы, мониторить, искать и встречаться с вами, и ваш ответ будет получаться для него каждый раз вновь, поскольку YouTube – это колоссальное, крупнейшее в мире видеохранилище. Поэтому вот эти три позиции – это то, что надо знать, выходя в эфир наших программ. Поэтому я предлагаю еще так же делать. Сыночек, скажи мне, микрофон, который у тебя, ты будешь им пользоваться? Ну да, но я могу поделиться, если это нужно. Просто я думаю, что надо понять, у нас вокалист находится справа со мной, и мне надо, потому что я очень боюсь, что, так сказать, я, конечно, готов и свой тоже уступить микрофон, чтобы всем хватило, тем более, что будет живое пение. Поэтому, ребята, давайте знакомиться, начиная с того, что не я, а вы скажете, как называется ваш чудесный коллектив, откуда вы, и я думаю, что после этого мы споем абсолютно первую песню. А что касается записи, фонограмм, то вы должны, подчеркиваю, командовать Аркадием относительно того, что и в каком порядке ставить. Итак, вот микрофончик, они, конечно, кардиоидные. Я думаю, отсюда слышно, да? Ну, лучше бы, на самом деле, поближе, конечно, да, потому что мы не хотим, чтобы была перемодуляция, хотя компрессоры там стоят на пульте, но лучше все-таки направлено так. Имейте в виду, что близко к микрофону говорить и петь не нужно, поскольку микрофоны кардиоидные, современные. Здесь, вы знаете, что это такое, и поэтому это определенная зона, поэтому самое главное в нее попасть, а совсем его есть губами, как на сцене, не нужно. Итак, имя вашей команды, откуда вы и как вы начинали? Так, группа наша называется, группа Drive Street, такая английское название, но довольно простое. Думаю, каждый из нас знает, как это переводится. Street это улица, ну, Drive это и есть Drive, Drive Street. Движение или вождение. Движение, езда. Да, да. Кому как удобнее, тот так может. Все синонимы применим. Так, наша группа совсем новая, образовались мы 7 января прошлого года. Целый год уже, да? Да, вчера мы отмечали наше, наше первое день рождения, мы отмечали в клубе Байконур, в питерском клубе, вот, и одновременно, в то же время, Рождество еще отметили. Группа наша образовалась в Беломорске, это такой маленький городок на берегу Белого моря. Там мы сделали из обычного гаража студию, там кто чем мог, там нам помогал. Вот, ну, в принципе, зимой мы как-то все это соорудили, разбили бутылку шампанского об стенку. А специально готовились к православному Рождеству или нет? Нет, совершенно случайно. Что 7 января? Случайно как-то так. Случайно мы стали такой христианской группой, так сказать, в кавычках. Сами того и не знаю. Это необычно на самом деле. Просто еще нашего басиста не видели. Вообще с нами должен был на кредит наш басист. Вот, мы ему даже дали кличку Иисус, потому что у него такая... Христианская внешность, да? Борода, все, все как надо. Ходит по воде, все, все то же самое. Ну, то есть, как хиппи в 70-х, да, когда появлялись первые группы. Они почему-то были в таком абсолютно виде. Вот, вот он такой. Ну, из-за того, что, видать, он такой святой, он как-то не дошел. Хотя он здесь в Питере находится. Он просто умудрился за полчаса до того, как мы сюда поехали, потерять билет домой. Поэтому он сейчас пошел на вокзал добывать новый билет себе. Ясно. Ну, в любом случае, самое главное, что выступали мы... Да, так мы сейчас уезжаем. Так они же и уедут, они отработают и уедут к себе, конечно. У нас взят билет уже на один свечер, вот мы сейчас с вами тут до 10, и потом сразу убегаем сюда. Логично, логично, логично. Это в такой, так сказать, да, в такой правильной, все, организованной, так сказать, манере прибытия к нам и убытия от нас. Ну, что же... Можно еще сказать о стиле музыки вообще, что мы играем? Да, 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 конечно. И после этого давайте, поскольку у нас очень хочется, чтобы действительно вы в 10 часов покинули студию, чтобы мы успели побольше записать, фонограмм послушать, с гимногитарей поиграть. Мы вас не выгоняем, мы переживаем, что вы не успеете на поезд. Да, просто раз поезд, то, конечно. Скажите, ребята, в какой стилистике играете вы для того, чтобы наша публика могла понять, на что ориентироваться перед тем, как слышать первые песни? Ну, вообще, стиль у нас, как, ну, стандартно идет рок, рок-музыка, но рок-это понятие вообще очень большое. К рок-музыке относятся такие же стили, как и панк, тот же рок-н-ролл, да что угодно, там очень большое количество разных видов, да? Вот, и мы когда-то пытаемся это все совмещать, вообще мы пытаемся делать мелодичную такую драйвовую музыку, о чем название говорит Drive Street, но и в то же время делать примеси всевозможных разных стилей, начиная от ска и заканчивая, там, можно сказать, даже некоторые вкрапления металла. Главное не перегружать. Интересно. И сейчас, раз мы вот на радио Шансон, так видите, на радио Шансон? Да-да, наша станция называется Радио Шансон 24. Да, мы, наверное, даже сыграем пару песен, что-нибудь такое, сделаем приближенное к такому, к Шансону, наверное, сейчас сделаем. Интересно. Одна песня приближенная точно будет. Да. Необычно. Ну, в общем, будем импровизировать, на самом деле мы будем сейчас импровизировать, поэтому как получится, так получится. Но начнем мы, наверное, сначала с песни, которая вот есть у Аркадия, там, которую мы скинули. Это первая нами записанная песня, записана там же, на берегу Белого моря, в городе Беломорске. Вот, называется песня «Правда». Ну, мы начнем с фонограммы тогда, да, а после этого перейдем к гитаре. Хорошо, что вы приехали с инструментом, мы это очень любим. Итак, сыночек, итак, группа Drive Street в эфире стартовой площадки. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добьет хотя бы один раз Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дыши еще одно мгновенье Открыт огонь и на пораженье Держа в прицеле чудо-жизнь Нажать курок и будешь первым Под мирным небом снова ты Ты не другой такой же смертный Свинцовый дождь, лед не щадя Там, где был свет, теперь лишь тьма Зажатых нервов в кулаке Нам хватит, чтоб стоять в строю Чужой войны не может быть Ответит каждый за свою Мы примем бой, мы будем драться Теперь уже нельзя сдаваться Держа при цели чью-то жизнь Нажать курок и будешь первым Под мирным небом снова ты Ты не другой, такой же смертный Дыши еще одно мгновенье Открыт огонь на пораженье Держа при цели чью-то жизнь Нажать курок и будешь первым Под мирным небом снова ты Ты не другой, такой же смертный Вот такая вот песня Которые мыслят примерно в одном направлении И каждый приносит какие-то идеи И все вместе мы все это вместе масломасляно обословываемся Я в том смысле, что в итоге это все-таки коллективное творчество, да? То есть нет какого-то одного автора, который приходит и говорит, ребята, мы играем только вот это У нас только есть такие, которые как бы сделают секелет какую-то песню Допустим, вот я сделаю или там наш барабанщик, генщик сделаем Куда основу, то есть куплет, припев, вот это все А потом уже все вместе работаем над аранжировкой Хорошо, а автор стихов? А, вот это, ну, это песня «Война» Это автор, наш барабанщик Дэн, вот этот тот самый, которого я говорил Но, в принципе, не во всех вещах он является автором стихов Нет, ну, иногда бываю я Ну, коллективное творчество Ну, понятно, то есть нет какого-то одного человека, который, можно сказать, я пишу для Drive Street все стихи Так же, как и нет, одного человека, который говорит, я пишу для Drive Street всю музыку Нет, такого тоже нет Нет, коллективное творчество, как и должно быть, по идее, в классическом понимании группы Ну, группы, да, конечно Как та же группа Битлз, да, там, по идее, там все что-то там свое вносили Согласен Нет, ну, дело в том, что это такой очень деликатный вопрос, на самом деле, который я задал И я бы, конечно, хотел, чтобы у вас и дальше было все так Вот, но в жизни у команд так бывает далеко не всегда Это да Тем более, что, ну, пока команда только молодая 7 января у нас был вчера, у нас полустуха год, как мы сказали в первом включении Ну, вообще, на самом деле, ребята, конечно, я бы вот искренне вам желал, чтобы так было как можно дальше Но, к сожалению, как можно дальше или как можно дольше, так может быть далеко не всегда Потому что одно дело, когда, ну, это я просто говорю на правах, так сказать, дедушки русской музыки Да, потому что, на самом деле, студия начнет акси, в которой вы находитесь, это одна из самых старых частных студий России Чтобы просто было понятно, да Кстати, если вы знаете, кто такой Аркадий Северный, то вот его внук Аркадий Фрумин, да Это замечательный певец, которого любили и знали, как и Владимира Высоцкого В конце 70-х годов он ушел в один год с Высоцким в жизни Аркадий Северный, его, кстати, очень любили рок-музыканты И по сей день его знают, лучшие русские рок-музыканты И очень хорошо к нему относятся, да Вот это вот его внук, названный нами с его мамой в честь дедушки Конечно, которого он никогда не видел, поскольку Аркадий Северный ушел из жизни в 180-м году Зато есть фестиваль памяти Аркадия Северного, который мы делаем вот уже 20 лет Фестиваль старше, чем сынок Вот, и я просто могу сказать о том, что я имею право так говорить Потому что я давно этим занимаюсь, именно профессионально И, конечно, к сожалению, часто бывает так Когда команда начинается, все хорошо и все дружат по многим причинам Когда команда становится известной Это я просто не то, что предостерегаю, а говорю то, как бывает довольно часто Начинается вопрос перетягивания, так сказать, одеяла на себя Вот, когда-то это бывает мирно, когда-то это приводит к распаду команды Я бы, конечно, совершенно абсолютно не имею вас в виду Я просто, как дядечка, которому уже в этом году исполняется 50 лет Для студии ночного такси, моей компании исполнилось 30 лет в октябре 2015 года О чем я вам сообщил перед входом в студию А мне вот как раз, я 66 года рождения, мне как раз в октябре вот этого года исполнится ровно 50 Вот, да, поэтому для меня такой юбилейный год Я просто не имею право так говорить, потому что я очень многое видел И мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот эта логика союза При которой каждый из вас что-то свое привносит в вашу музыку Чтобы вот это светлое, это я совершенно не пафосные слова говорю, а истинные слова для музыки Что есть в каждом из вас, чтобы оно сублимировалось в ваших песнях И чтобы это было как можно дольше Потому что, подчеркиваю, когда начинается известность команды И, извините, когда начинается экономика, которой сейчас еще нет То возникает много соблазнов Один из которых, кто-то из команды считает, что он может сделать группу не хуже Или работать солистом, работать без команды, под собственным именем Гораздо лучше, чем в группе Ну, это, еще раз говорю, это опосредованно Потому что просто вы сказали, что у вас вчера юбилей Эдсер Павлов с православным родишком Вы еще совсем маленький Да, то я надеюсь просто лучше сказать о том, что такое бывает С приставкой, чтобы у вас такого не было Потому что, мне кажется, эти песни светлыми, искренними Я, конечно, не буду скрывать от наших слушателей и зрителей Что моя супруга, которая вела с вами переговоры об этой сегодняшней нашей встрече Она, конечно, дала мне послушать вашу музыку Она мне понравилась Я знаю, конечно, хоть занимаюсь русской музыкой и западной Без этого никак не было бы, конечно, за 30 лет моей работы Мы компания, которая работает напрямую с крупнейшей компанией Google американской Поэтому, естественно, я знаю западную музыку, откровенно говоря, неплохо То, что вы играете, имеет конкретное название Это, конечно, не рок-музыка в понимании российском И слава Богу Да, и слава Богу То, что вы играете, называется электронный нью-вейв И оно как раз, этот электронный нью-вейв, он вполне То есть, в каком-то западном каталоге, да Вот вы бы были маркированы так Потому что, в отличие от нас, у нас электронный рынок только еще начинается Ну, для любой музыки Просто было понятно, как советская эстара, российская эстара А если я попросил сказать, то, что у нашего Уденщика, барабанщика У него на мобильнике есть наша песня А там автоматически он мобильник Там какой-то жанр выделяет Ну да, он маркирует Знаете, какой у нас жанр? Мне кажется, диско Ну, может быть, да Ну, это какая-то, наверное, там, не знаю Да, ну, диско, наверное, нет А вот, что касается именно электронного нью-вейва Это решил мобильник Мобильник, да А что касается электронного нью-вейва Скажу вам, как дядечка с офтом Да, то это как раз оно и есть И, в общем, название, которое выбрано вами Оно правильное Drive Street То есть я считаю, что название группы Соответствует той музыке, которую вы делаете И вообще, откровенно говоря Эта музыка Она без времени Она появилась в середине 80-х годов Вот именно в таком виде В котором сейчас вы ее играете Вы ее, конечно, усовершенствовали Ну, в силу вашего возраста И новых звуков Файловой, так сказать, структуры Которую вы используете При создании этих композиций То есть понятно, что здесь, конечно Играет электроника большую роль Но вот эта вот идеология Вот этой новой волны Электронной музыки Музыки очень светлой Музыки, под которую Прекрасно танцевали И танцуют в лучших клубах И по сей день Причем от них не только в России Это как раз То, я считаю Чего следует вам держаться И что следует развивать Раз Господь Бог дал вам Вот именно понимание этой музыки Потому что создать свою музыку Всегда очень сложно Но с другой стороны Практически никогда не бывает В современных условиях В условиях огромного информационного пространства Что вы создаете что-то совсем необычное Ну, что-то совсем не похожее ни на кого Это просто невозможно В силу того, что, понимаете, да Как говорят старые музыканты Всего семь нот И, так сказать, что же можно сделать Но они, конечно, говорят так в шутку Потому что, конечно, есть и гораздо много Выразительных средств Которыми обладает каждая команда И каждый автор И создающий музыку Я не понимаю Я не знаю, как кто-то сказал С музыкантом То, что теперь уже нового ничего не создать Теперь можно только соединять Что-то Какие-то стили Что-то с чем Ну, может быть Но, вы знаете, я всегда к этому отношусь философски Я считаю так Что если музыкант для себя выбирает Какое-то место творческое И если он может его поддерживать Значит, он будет его развивать Тем более, что он создает свою музыку И я считаю, что достаточно правильно Найти какую-то музыкальную стилистику По опыту Может быть, это по интуиции Собраться Сделать свое И вот с этим своим словом Идти, как с этой песней по Жене Вот это вот мое убеждение Потому что я именно образованный Кстати, с американским дипломом Не только с российскими дипломами Именно продюсер Это редкая специальность Я специальный медиа-менеджер Который умеет это делать Для средств массовой информации Для создания музыки У меня достаточно редкий для России диплом Американские корпорации ABC Которые гласит Что я являюсь супервайзером Электронных средств масс-медиа Это достаточно сложное понятие Для российского маркета Но это специалист Который может организовать То, что сейчас происходит То есть медиа-компании Медиа-программы Запись производства То есть именно супервайзер Руководитель Который понимает, о чем идет речь Плюс к этому Мой диплом российский Медиа-менеджер Академии управления Уже получен здесь Десятилетия назад Это мое четвертое образование Которое я получил Оно как раз гласит о том Я защищался, кстати, вот по этой студии В которой вы находитесь По этому предприятию Свой диплом защищал Что я действительно Обладаю определенным опытом Поэтому то, что я могу сказать вам Это не то, что теория Это теория, подтверденная практикой Потому что я всегда учился и работал И при этом очень важно знать, ребята Что я совсем не музыкант Я именно саунд-продюсер Звукорежиссер Комментатор Журналист Но я не музыкант То есть я принципиально отказался Так сказать Вот Какие-то работы связаны С пением в свое время Да Может быть с этническим стихом Потому что Если бы я Был сам музыкантом Я бы не мог Для такого огромного количества людей За вот эти годы Сделать то, что я сделал Потому что человек слаб Я бы невольно себя Сравнивал с вами Всегда Ну это так Если бы ты сам был Не просто продюсером Да, организатором студии А если бы ты еще был сам И музыкантом Поэтому как раз Мое мнение Оно гораздо более хладнокровно Потому что через эту студию Проходит в год Примерно 150 команд И поэтому я могу Посмотреть со стороны И могу посоветовать Совершенно не Ставя вас ниже Или выше кого-то Кто был здесь Что называется В прошлый раз До вас Понимаете, да? То есть наша идеология Идеология моей студии Она все-таки заключается в том Что каждый человек Должен раскрыться А суть работы с нами Это то, что каждый человек Каждая группа Должна с нашей скромной помощью Найти своего зрителя и слушателя Подчеркиваю Именно своего Под свой продукт Под свой контент Который вы создаете И поэтому Мои пожелания вам В данном случае Притек, мы послушаем Следующую песню Они очень просты Мне бы очень хотелось Чтобы вот то светлое То драйвовое И легкое Которое есть В вашей музыке Которую вы нам Сегодня показываете И которое я совсем немного Послушал перед вашим Приездом к нам Чтобы все это Не просто Оставалось таким А чтобы все это Дальше, дальше и дальше Шло Чтобы этот плод Вашего коллективного творчества Вашей песни Чтобы они продолжали Эту тему Чтобы не получилось так Чтобы вы остановились От того, что вдруг Будет трудно Или вдруг От того, что вы О чем-то не сможете Между собой договориться Слушаем Следующую композицию Объявляем мы Мы же диджеи Да, конечно 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 Тогда песня Будет называться Релакс Эта песенка Такая Довольно Немножко не похожа На нашей песни Потому что Она более Такая сатирическая И такая Слегка Там Вкрапления Такой эстрады Включены Специально Чтобы для такого Небольшого высмеивания И это вообще Про Про жизнь Обычных обывателей Такой провинции И как они могут отдыхать Вот об этом песне Ну сейчас вы услышите сами Давайте послушаем Живое? Живое? Нет, это запись Релакс А, мы будем слушать Да, да Отлично Слушаем фонограмму Сейчас, минуту Минуту Сейчас, заберу микрофон Так Тогда слушаем Я обычная работяга Я по будям Как и всякий россиянин Из глубинки Зарабатываю деньги Я работаю на строке Так же, как работал Батя Я люблю свою работу Хоть и денег мало платят Любого семьянина Или жена Говорят, что зря От меня Детей Родила Встретит в арб Ладонтёща Дети-балзуки Но скоро снова Пятница Испавлюсь от тоски Развлекательной программой Будет, когда литров пять Выпью я со своим другом Лучше от меня обижать Я избиваю людей Полками я избиваю людей Я избиваю людей Всем подряд говорят, что я как Я избиваю Я избиваю, я избиваю Я избиваю, я избиваю, я избиваю C'est la vie, как вон allez-vous? Chef Amir, bonne chance à bien-tour C'est la vie, как вон allez-vous? Bonne chance à bien-tour C'est la vie, comme en la vie, comme en la vie C'est la vie, comme en la vie Я избиваю людей, полками я избиваю людей, я избиваю людей, всем подряд говорят, что я гад. Я избиваю людей, я избиваю людей, я избиваю людей, всем подряд говорят, что я гад. Я избиваю людей, я избиваю людей, я избиваю людей, я избиваю людей, всем подряд говорят, что я гад. Я избиваю людей, 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 я избиваю людей. 13 градусов. Сейчас тут за окном у нас было совершенно честное 21. И, конечно, мне очень приятно, что мы с вами работаем и слушаем сегодня впервые вашу музыку в эфире. Также, конечно, приятно, что с вами гитариста, и замечательно совершенно, что вы можете спеть. Это относится как раз к правилам нашей программы «Стартовая площадка». Мы с большим удовольствием всегда играем здесь живую музыку. Я считаю, что это правило для нас одно из основных. Не только информативность, не только фонограммы, треки, а все-таки то, что можно в реальности сделать в нашей студии. И я уверен, что для вас это тоже важно, коли вы заранее спрашивали об инструменте и пришли с инструментом сюда. Ну вот, если говорить о том, на что это может быть в хорошем смысле похоже, то как раз вот то, что прозвучало сейчас мне очень напомнило группу «Сектор Газа» в хорошем смысле слова. И на самом деле я всегда хорошо относился к Юрию Хою. И компания, которая издавала его в Москве, его записи, она издавала в свое время и первые записи нашей студии. Ну, понимаете, да, с тех пор прошло уже четверть века. Все это было в середине 90-х годов. Ну вот, и издавала его записи. Была еще одна такая команда в такой же стилистике работающей под забавным названием «Красная плесень». Не знаю, слышали вы ее или нет. — Слышали, да, слышали. — Да, ну, так сказать, да. — Мы дети 90-х. — Да, ну, у меня даже, у меня он сынок даже. — «Сектор Газа», я тоже слушаю. — Да, видите, все знают, говорит, папа, ты что, как же не слышал. — Ну, на самом деле, вот это как раз мне понравилось. Очень вещь достойная, очень сделана. Я уже сказал за кадром, да, что единственное, я как саунд-продюсер говорю, поскольку я по сей день сам свожу музыку, которую мы издаем, а наша студия издает в год никак не менее 35 альбомов, чтобы вы знали. Поэтому я вам подарил пластинки прошлогодние, но это совсем не все, что мы издали за прошлый год. Мы издаем много. И при этом я много работаю на сведении, на мастеринге сам. Ну, вот что особо надо сказать, для таких вот стихов, которые, ну, понимаете, надо слушать и воспринимать, где-то смеяться, где-то плакать над героем, который там с палками бегает по Белому морю, приняв литр, да, ну, такие парни наверняка есть, конечно, то я бы поставил вокал именно на первую линию. У вас он стоит на средней, но, еще раз говорю, это вкусовое, конечно, все это мой совет. А вообще, на самом деле, мне понравилось, как сыграно, и очень здорово, конечно, сведено. То есть, вот это мне очень понравилось. Я тебя перебью, а мне очень вокал нравится. Вокал прекрасный. Другое дело, что вот в этой песне его, как бы, нет, все сам. Обеспокоили. Я до сих пор в школе. В средней линии. Просто вопрос, иди учитель в школе. Да ладно, а какой предмет? Как думаешь, кто может быть мужчиной в школе? Физрук, учитель физкультуры? Ну, да, на счет... Больше, чем нет. У меня был учитель истории. Когда в школе учился, он был мужчиной. Физрук. Ну, мужская в основном, да. Интересно, а... А чудесная, так сказать, прекрасная половина школьного человечества, учительства, наверняка же, я имею в виду, есть, наверное, девушка, которая занимается пением, да, с дитями? Да, есть. Она, наверное, училась завидовать. Ну, а приятно, если ты смотришь. У вас там все такие учителя молодые? Нет. Так и нет. Обычно я там хожу, как сынок такой. Они там все тети такие, лет по 50, по 60. Я такой, да-да-да-да. Ну, так спорт же. А как дядечка в 60 лет? Спорт намолаживает. Ну, да-да, в 60 лет он же не будет бегать в детьми-то, конечно. Понятно, поэтому нет. Ну, надеюсь, что Люба тоже молодая. Ну, чуть постарше. Ну, женщин не принято о ее возрасте говорить. Ну, конечно, нет, я просто не веду. Промолчим, сколько лет? Нет, нет, конечно, нет. Дело не в годах. Она всегда должна быть молодая. Я просто веду, что она не завидует ли тому, что ты по специальности учитель физической культуры, а поешь здорово. А она уже все достигла, что она хотела. Она поет, она... Только у нее бардовское направление. Ух ты. Трио пастураль называется, если я не ошибаюсь. Пусть приезжает. Кстати, да? Что ж, у вас там у Белого моря что-то я смотрю, просто какой-то рассадник культуры. И электролщина, да, и барды там. Ну, да, да, Беломорская команда Аквапарка, которая вам показала дорогу к нам, да, прекрасно отыграли на нашей съемке в прошлом году, в 14-м, да, через позапрошлом. Теперь вы, и тут еще и Люба. Еще и рэперы есть. Всех сюда. Я думаю, все слышали группу Чемодан, да? Да, конечно. Это беломорские парни. Да ладно. Ну, в общем, мы их знаем, этих ребят. Чемодан, вам тоже привет. То есть они, в смысле, и живут там, да, у вас? Нет, они уехали оттуда, как только смогли. Так смогли, да? Ну, а что? И в России никому не говорите о том, что они с Беломорской. Да, ну, и по секрету всему свету, как говорится, да. Да нет, ну, а что плохого-то на самом деле? А маленькие города, это дело на самом деле очень интересно, если при том, благодаря великой силе интернета и таких серьезных порталов, хостингов, как YouTube, вас узнают тысячи, а дай бог, десятки, сотни тысяч людей. То есть на самом деле жизнь в маленьком городе здесь, наоборот, дело очень хорошее. Знаете, как говорится, есть куда вернуться. Ну, в плане того, что если вот начинается какая-то интенсивная деятельность, все-таки доехать до Питера же не так далеко, и выступить у нас, да, если будет интерес какой-то, а ведь отдыхать-то тоже где-то надо. И где-то надо, чтобы на родине... А что там море под боком? Да, да, и чтобы, так сказать, собраться аккуратно и задуматься о новых композициях. Кстати, и большие режиссеры, типа Звягинцева, тоже недавно же приезжали в ваши края и снимали там «Левиафан». Вот, это же тоже было в ваших краях. Это же рядом... Я не ошибаюсь, это Амур, Москва область. Это немного... Нет, но это... Они снимали там, да. Надо, кстати, посмотреть. Они в Балмазке снимают. У нас есть дома этот фильм, да? Да, я видел, у меня руки не доходят. Да, весьма интересная картина о Северном крае, кстати. У нас же снимали какой-то фильм еще, да, Беломорцы? У нас снимали фильм «Охота на пиранью». Там буквально... Ах, точно, да, мой любимый же фильм, да-да-да-да, с Машковым. Да, действительно, снимали же точно, снимали же Беломорских... Эпизод, где он идет по трущобам. Те, где мужик с бенцепилой, да. Да, мужики сидят, пьют водку там. Они не знали, что их снимают. Точно, действительно. А, конечно, другая информация. Режиссер, по-моему, предложил им бутылку-водку. Водку. Ради этого. Да, чтобы они снялись, как бы, в фильме. Чтобы они посидели, попили пить водку, и посидели, да. Я, кстати, очень люблю «Охоту на пиранью». Это, на самом деле, пародийный фильм. Он же, по большому счету... Да, хорошая же медиа. Да, да, он же пародирует, так сказать, штампы, по большому счету, в американском кино. Совершенно один из самых удачных, вот в этом ключе, картина. Ну, да, действительно, это же в ваших краях снималось, да. Ну, дивная русская природа. Да, и вот там, вот леса все. Да, да, да. Ну, они же там по сценарию должны были оказаться, наоборот, на Дальнем Востоке, как бы, рядом с границей из Китая. Оказались на ближнем. Оказались, да, на ближнем севере. У них же там рок-команда очень забавная работала, которая сделала музыку для них, такая электрон-рок, такой своеобразный, которая делала, как бы, такие эвенгские мотивы. Якобы, что это музыка эвенгов, людей, которые живут вообще, так сказать, во всех, так сказать, возможных, что называется, тайгах. Ну, а снимали, на самом деле, у вас, в общем, в большом счете, не так далеко от Санкт-Петербурга. Ясно, парни. Это здорово. Но, честно говоря, вот я все больше и больше узнаю Беломорский. Я думаю, что вы, наверное, уже вторые, кто оттуда, но совершенно не последние, кто к нам приедет. Всех зовите. Всех зовите. Да-да, поскольку я еще раз скажу то, что сказал вам за кадром перед входом в нашу радиостудию, основной принцип прорисовской компании студии «Ночное такси» заключается в том, что мы стараемся для каждого музыканта, который приходит к нам, помочь найти его аудиторию. То есть вот такое, я считаю, абсолютно правильное дело, но мы занимаемся этим 30 лет. Старше, чем вы живете на этом свете, чем мой сынишка живет пока. И я уверен, что это единственная правильная для прорисовской организации позиция. То есть наша задача представить вашу музыку огромному количеству людей, которые знают нас, в силу того, что мы давно этим занимаемся, имеем для этого опыт, оборудование ими на рынке. И наша задача, чтобы после этой программы, дай бог примите участие в следующей рок-волне, которую мы будем снимать 30 мая в Санкт-Петербурге, будете появляться регулярно в наших эфирах. Мы можем помочь, кстати, с созданием диска вам, если для вас это будет актуально и реально. Но самая главная задача наша, подчеркиваю, это помочь вам найти своего зрителя. Того человека, который будет с вами идти по жизни дальше. Поэтому зовите и иных беломорцев мы с удовольствием, с огромным, даже как вас примем в этой студии. И подчеркиваю, здесь нет никакой абсолютно с нашей стороны коммерции, потому что мы никогда в жизни, занимаясь средствами массовой информации, из этих вот 30 лет работы студии, мы занимаемся средствами массовой информации с 93-го года. То есть уже 22 года, да, полных 23-й год пошел. Мы никогда в жизни, это знают все музыканты, кто работает с нами, ни одной копейки никогда не брали за эфир. Никогда. Когда занимались FM-радиостанциями, рок-н-ролльной направленности, шансонной, попсовой и, собственно, телеканал наш, уже тоже не один год, шестой год существует. Никогда не было. И не будет ситуации, при которой мы скажем людям, талантливым, молодым, которые пришли к нам, что, ребята, дескать, этот эфир, это ваша реклама, это стоит денег. Это просто принцип наш. Мы работаем с музыкантами, конечно, на разных условиях, которые касаются производства их аудио-видеопродукции. Но то, что касается медиа, то, что касается появления для музыкантов на публике, мы всегда это делаем только по абсолютно правильным, я считаю, абсолютно святым журналистским принципам, когда вы создаете некий продукт, говоря современным языком, контент, который нуждается в том, что с этим познакомятся люди. И эти люди потом уже, не я продюсер, а эти люди будут оценивать то, что вы делаете, насколько это им близко. И я считаю, что мы, как музыкальные журналисты, которые, что называется, живем с чистой совестью, имеем полное право поступать именно так и предлагать нашей аудитории, уже сформированной на вот этой авторской музыке, потому что мы же не занимаемся поп-музыкой, мы занимаемся только этим, в разных формах. То есть шансон, барбовская песня, русский рок, такая вот тема independent music, говоря на международном языке музыкальном, то есть независимая музыка. И я еще раз говорю, приглашайте сюда людей, приезжайте сами, и не только вот один раз. И еще раз говорю, это сделано абсолютно по чистой совести, потому что мы должны сделать так, чтобы в современном медиапространстве были талантливые люди, которые могут выйти и найти того, кто будет их слушать. Это наш кредо, это наш принцип, который мы никогда не изменяли, и, поверьте, никогда и не изменим. Следующая композиция. Так, ну что мы все гранили? У нас есть... Сыграем вживую, да? Парни, мы немножко задержались выходом в эфир, но сейчас ровно 22 часа. Мы вышли в эфир в 21.10. Я предлагаю еще 10 минут. Да, ну чтобы вот ровно было 60 минут, что для нас важно и для трансляции на YouTube. Я думаю, успеем. У нас 23.20, я думаю, до Ладожского вокзала. Ладожский вокзал близко. Это близко. Близко, парни, но я думаю, что все-таки мне вас жалко, очень ходят... Ну как такси самый лучший вариант вызывать здесь, отсюда. Потому что это реально близко, на самом деле. Сколько? Рублей 300. Не дороже, да. Я посчитаю после эфира. Не дороже, да. Поэтому у нас есть еще 10 минут, чтобы это было ровно час, ровно 60 минут эфира. Вы будете петь живой, да? Да. Поэтому я уступаю в свой микрофон. Дорогие друзья, это группа Drive Street из славного города Беломорска в программе «Стартная площадка» на радио «Шансон 24» и на телеканале «Ночной такси» на YouTube. Так, ну что споем? У нас одна песня осталась, значит, да? Одну песню соберите. Так, по времени одну столько. Так, ну, наверное, мы еще не играли ничего лирического, но мы в самое время спеть нашу единственную лирическую песню. Но она тоже такая довольно своеобразная, хоть и лирическая, но она такая зловещая лирическая. Она песня очень тяжелая, ну, по звучанию, она такая как хардкорная, но так как у нас одна гитара, мы сейчас ее переделаем под формат радио «Шансон». Давай. Нет, не остановишь ты, Сама решила, что тебе дороже кто-нибудь другой. Месть не будет сладкой, Ты играла в прятки, Ха! Верила, что я совсем слепой. Ночь разбудит зверя, Я открою дверь, Ты так сладко спишь В своей постели Падший ангел, Слепой малыш, Где же та ярость, Которой был отравлен я? Но же стою сквозь сон, Ты произносишь мне Милый Нет Кровь всгибает местью усталь, Пронзает сердце боль, Не причинишь мне больше никогда След Оставить тело все, Что ты умела прать, И лицемерить нагло мне в глаза. Ты как будто спишь, Вся в лунном свете, Моя леди, Слепой малыш, Где же та ярость, Которой был отравлен я? Нож достаю сквозь сон, Ты произносишь мне Милый Нет Ты как будто спишь, Вся в лунном свете, Моя леди, Слепой малыш, Где же та ярость, Которой был отравлен я? Нож достаю сквозь сон, Ты произносишь мне Милый Нет Здорово, Здорово на самом деле, Мне очень понравилось, парни. Скажите мне, у нас осталась еще фонограмма, Или мы уже все... Осталась еще фонограмма. Есть, да? Просто, наверное, Вот эта фонограмма, Как раз она и будет уже наша финальная, Поскольку, по правилам нашей программы, Мы входим на музыку и уходим. Мы, Аркадь, обещали песню, Песня называется «Деньги», Песня от живого выступления, Срок фестиваля «Рыбка». В смысле, обещали сыграть или... Ему понравилось название. Рыбка, да? Нет, фестиваль «Рыбка». А, деньги? А ему нравятся деньги, моему снежку? Да, ему нравятся деньги. А кому не нравятся деньги? Часто не помыло бы. Да, да, конечно, сыночек, естественно. Они должны всем нравиться, Только надо уметь их зарабатывать. Так, сыночек, Я так понимаю, Что этим треком мы будем заканчивать, да? Поэтому я благодарю ребят. А финальный вопрос, Как обычно, за тобой. Поскольку программа «Стартовая площадка» Это программа на два микрофона, Которая когда-то в ноябре прошлого года, Теперь уже позапрошлого, 2014-го, Была мной придумана специально для работы с моим сыном. Он, кстати, Сейчас ему уже 18 лет, Исполнилось в 2015 году. В сентябре он, скажите, Случайно попал на эфирный день. И как раз вот в 18 лет он отпраздновал за пультом Папиной радиостанции, что приятно. Вот. Но на самом деле, Что самое важное, Что он начал работать эту программу В возрасте 17 лет. А я еще колебался. С 17 лет с 18 брать его на работу, Но решил, что мальчик вырос, И поэтому надо брать с 17. И тем самым получилось, Что он меня обогнал В работе с музыкой профессиональной Ровно на два года. Потому что я стал заниматься Профессиональной музыкой В возрасте 19 лет. А мой единокровный младший сын Начал заниматься этим в 17 лет, Чем я очень горжусь. И вот сейчас уже Мы с вами записываем И работаем онлайн Ровно 53 выпуск этой программы. Соответственно, Он отработал в эфире уже 53 недели С ним за пультом. Вот. У него есть разные почетные обязанности В этой программе. Не только работа с аудио и видео, Но и вот это на финальный вопрос. Чем я к себе? Да, да. Так сказать, он обязательно задает. Я, парни, вас очень благодарю. Я рад, потому что, видите, Вы приезжаете в Питер. Рад, что вы выступали В известном мне клубе Байконур. Это очень хорошо. Приезжайте еще. Всегда вам рады. Приглашайте других беломорцев сюда. И Любу тоже не забудьте. Потому что мы очень любим Бардовскую песню. Я так понимаю, что, слава богу, Аквапарк приезжал. Вы приезжаете. Это не так далеко. Из Карелии из вас сюда ехать. Будем всем абсолютно рады. Самое главное, Все это онлайн на портале Шансон 24. И, что немаловажно, Все это навсегда остается на Ютьюбе. Потому что уже буквально в начале, Ну, я думаю, в понедельник, Это уже будет нашими инженерами Залито на канал. И вы сможете себя спокойно увидеть, Кликнуть и прекрасно, Многократно смотреть эти 60 минут Стартовой площадки В эфире нашего радио на Ютьюбе. Поэтому еще раз очень благодарю вас За приезд, за обязательность. С Рождеством. С Новым годом. И всех телезрителей, Всех слушателей радио, Всех с Новым годом, С Рождеством. И который еще будет Старый Новый год тоже. С этим тоже вас поздравляем. Да, некоторые его тоже отмечают. Поэтому, ребята, Я с вами попрощался, Поблагодарил. А вот мой сынок Красиво задаст финальный вопрос Этого 60-минутного эфира. Ну, красиво я постараюсь. Во-первых, я бы тоже хотел Поблагодарить, что вы приехали. Во-вторых, Ваше 7-минутное пожелание Всем тем, Кто нас сейчас слышит, Всем тем, Кто нас потом увидит, Всем тем, Кого потом покажете, От души, От сердца, Вот так вот спонтанно. А, еще раз поздравить всех? Пожелание, пожелание. Пожелание это не поздравление. Всем желаем счастья, Здоровья. Слушать Живую музыку, Хорошую музыку, Честную музыку. Любить ее. Любить ее, да. Хотелось бы, Чтобы никто не болел, Чтобы в эти Морозные дни Никто себе ничего не обморозил. Витек, ничего себе не обморозь. Это я передаю Аному человеку, Который живет в гараже. Вот, так вот получилось. Потому что у нас Постудит там в гараже, А у нас есть по соседству мужик, И он живет в гараже. Его жена выгнула с дома, И он живет там уже год или больше. Ужас какой. Обалдеть. Это на севере, У Белого моря. Мы ему, как можем, Помогаем, там, Куртку там подарим, Или еще что-нибудь там, Еды дадим, вот. Так, ну, Будем надеяться, Что с ним будет все в порядке, Да и со всеми остальными. И жена примет его назад. Да, и на... Жена, забери Витька назад. Витек, мы с тобой. Витек, держись. Спасибо. Еще раз поздравляем наших уважаемых слушателей и зрителей С Новым годом. Мы поздравляли сразу после Нового года, Поскольку у нас по эфирному расписанию, Как раз мы с сыном работали и 1 числа, И 2 января, То есть на прошлой неделе. Еще раз благодарим, ребята, вас, конечно, За то, что вы брали время и приехали. Всегда рады вам в Питере. Со слушателями программы Стартовая площадка Мы прощаемся до следующей недели. Как и всегда, мы с сыном в пятницу Работаем в нашем эфире С 21 по московскому времени. Со слушателями программы Ночной такси Прощаемся до завтра, до субботы. С 22 мы, как всегда, До полуночи в эфире нашего радио И на YouTube. Ну и, конечно же, в финале Та песня, которую вы приготовили заранее. Песня «Деньги», я так понимаю, да? Да. Живое выступление. Да. Нет, это... Песня «Деньги», я так понимаю, да? Песня «Деньги», я так понимаю, да? Песня «Деньги», я так понимаю, да? Песня «Деньги» И когда на земле все не будут равны Иерархия власти и надёжные силы Возмущаться можно бесконечно Надо прогласить результат конечный Что за деньги можно купить? Деньги, как снилась сия кольцо Моя жадность, моя пререзь Моя жадность, моя пререзь